Всемираба, вы на канале Turki Space, я Олеся. Я Владимир, это наш компаньон Nocta. И сегодня поговорим про ВНЖ, но не туристические, которые и Каме, он же туристик, которые получить стало не так легко, а медицинском, который также позволяет остаться в Турции на некоторое время. Итак, начнем. Для начала напомним, что ни туристический, ни медицинский ВНЖ, о котором мы говорить будем в этом видео, не дает права на работу. Но ваш работодатель может подать на рабочее разрешение для вас. Медицинский ВНЖ при наличии серьезного заболевания дает вам право запросить сопровождение до двух человек вместе с вами. Соответственно, ваши сопровождающие также получают ВНЖ на тот же срок, что и вы. Если же у вас легкое заболевание, ну, например, стоматология или косметические процедуры какие-то, или кожные заболевания, то есть все те заболевания, которые не ограничивают вашу физическую активность, сопровождающих брать запрещено. Так что же нужно, чтобы получить данный вид на жительство? Во-первых, необходимо заключить договор и начать лечение в клинике. Это может быть как серьезное лечение, так и, к примеру, лечение зубов. Но есть требования, то лечение должно быть долгосрочное, то есть больше 90 дней. И вам необходимо по медицинским показаниям в это все время находиться в Турции. Второе. Если ваше заболевание не предполагает госпитализацию, то нужно найти квартиру для проживания, подписать договор, заверить у нотариуса, как при туристическом ВНЖ. Третье же необходимо оформить турецкую страховку. Либо через агентов онлайн, либо через офисы на улице. Про виды медицинских страховок и как их приобрести, вы, кстати, можете посмотреть видео вот тут. В этом случае есть некоторые детали, связанные со страховкой. Если же вы лечитесь по страховке, выпущенной в Турции, то приобретать новую не нужно. Если лечение заявлено на срок больше, чем действует страховка, то нужно приобретать страховку до окончания срока лечения. Если вы лечитесь по международной страховке, то есть выпущенной за пределами Турции, или за свой счет, несмотря на то, что у вас уже идет лечение, вам нужно приобрести турецкую страховку. В любом случае. Ну, когда разобрались со страховкой, следующее, что нужно сделать... Конечно же, следующее, что нужно сделать, это подать заявку на ВНЖ онлайн, вот на вот этом вот сайте. Выбрав, оформляя заявку на первичное получение разрешения на проживание. И при заполнении анкеты и вы, и сопровождающие, должны выбрать тип лечения. Внимание! Обязательно подавайте заявку во время вашего безвизового режима. Не тяните до конца. Срок ВНЖ запрашивайте тот, на который рассчитано лечение. Вообще, базовый комет запрашивается на срок лечения непосредственно, но вы можете запросить его и на меньший срок. На больше, к сожалению, нельзя. Если у вас кончается паспорт, то ВНЖ вам дадут на два месяца короче паспорт. И после того, как вы завершили оформление заявки, если вы в Стамбуле, то сидите и ждите смс. Но лучше проверяйте вот на том сайте, на котором подавали заявку. Для этого заходите на сайт ГЕЧ, в раздел «Хочу посмотреть результат заявки» и кнопка «Печать документа записи» изменится на «Печать документа встречи». И дата и время подачи документов уже будет внутри вот этой вот заявки на встречу. Время ожидания рандеву ГЕЧ от нескольких часов до трех-четырех недель. Если же вы не в Стамбуле, то время и дату подачи документов выбирайте сами, либо система сама назначит сразу же в конце заявки. С этого момента вы легально находитесь в стране, даже если ваши безвизовые дни уже закончились. Имейте в виду, после окончания безвизовых дней выезжать до одобрения заявки вы не можете. Следующее, что нужно сделать, это оплатить налог после того, как придет подтверждение записи. Сумма будет указана в анкете. Если вы в Стамбуле, то налог нужно оплатить до прихода в ГЕЧ. Это можно сделать как онлайн, а можно просто пойти ножками в любой офис налоговой службы и сделать это оффлайн наличными. Если вы не в Стамбуле, то оплатить можно как онлайн, так и в ГЕЧ прямо на месте в день рандеву. В назначенный день и время приезжайте по-привычному в ГЕЧ. Во всех городах он один. В Стамбуле у вас в анкете указано, в какой именно, так как в Стамбуле их очень много. И подаете комплект документов. Базовый комплект документов – это распечатанная анкета, 4 биометрические фото. Анкета – это вот там, где вы заполняли онлайн заявку. Копия и оригинал вашего заграничного паспорта. Письмо из больницы в Турции, подписанное вашим лечащим врачом и главным врачом, с печатями о том, что вы проходите лечение с указанием диагноза, срока лечения, указанием места прохождения лечения. Также выписка, складка истории болезни, то есть Сипикриз от того же врача по вашему диагнозу. Письмо из больницы в Турции, подтверждающее, что вы проживаете в больнице, или, выражаясь медицинским языком, находитесь в стационаре на госпитализации. Или, если у вас амбулаторное лечение, то есть без госпитализации в больницу, то нужен договор аренды, если вы проживаете в квартире. Следующее, что вам нужно предоставить – страховка и квитанция в оплате налога. Но также есть документы, которые стоит приложить. В одних городах они обязательны, а в других они нет. И к этим документам относится справка о наличии средств на банковских счетах. В некоторых городах просят выписку с движением средств за полгода. Имейте это в виду. И сумма, которую стоит брать на одного человека, которую нужно показать сотрудникам ГОЧ, она равна одной целой сумме минимальной зарплате. Сейчас она в Турции составляет 8,5 тысяч лир. И половина от этой минимальной зарплаты на каждого последующего члена семьи или сопровождающего. Но, учитывая, что в Турции распространен вот такой вот турецкий рандом, как мы его называем, то лучше рассчитывайте по 8,5 тысяч лир на каждого человека на каждый месяц. Следующее, что вам понадобится, что могут запросить – это номеротаж. Это если предоставляете договор аренды. И документы, которые могут запросить, а могут и не запросить. Это справка об отсутствии судимости. Пока мы с этим не сталкивались, чтобы у кого-то из наших знакомых это запрашивали, или у тех, кто отправлял, с кого мы знаем, в ГОЧ, но, тем не менее, это возможно. Но если же в больнице проживает только пациент, а сопровождающий отдельно где-то в квартире или отеле, то пациент подает письмо о проживании в стационаре, а сопровождающий договор на квартиру и прочие документы с этим связаны. Для детей же до 18 лет необходимы дополнительные документы. К ним относятся свидетельства о рождении с апостелем и нотариально заверенный перевод на турецкий. Переводите документы в самой Турции, вот не в своей стране. Апостель ставите у себя в стране, а перевод делайте уже в Турции. И если такая ситуация, что у ребенка в свидетельстве о рождении только один родитель, то на месте второго ставится прочерк, и в консульстве РФ берется справка о единоличной опеке. Если второй родитель умер, нужно апостелированное, переведенное в Турции и заверенное у нотариуса свидетельство о смерти одного из родителей. Если второй родитель вписан в свидетельство о рождении, то от него нужно согласие на проживание, получение веда на жительство и обучение. Это согласие второго родителя нужно апостелировать в РФ, привезти в Турцию, здесь перевезти и заверить у нотариуса. Это согласие необходимо прикладывать к детскому пакету документов, если вы подаете документы на ребенка без второго родителя. А теперь какой же нужен пакет документов для сопровождающих? Это тот же самый пакет документов, что и для проходящего лечения, плюс потребуется копия паспорта лечащегося, то есть того, кого вы сопровождаете, копия документов на лечение, письмо из больницы, подписанное лечащим врачом и главным врачом, с печатями о том, что лечащему необходим сопровождающий с указанием данных паспорта и имени, фамилии сопровождающего. Если в больнице проживает только лечащийся, то он подает письмо о проживании в стационаре, а сопровождающие – договор на квартиру и прочие с этим связанные документы. После того, как документы поданы, проверяйте статус рассмотрения заявки все на том же сайте ГЕЧ, либо позвоните по номеру 157 и назовите номер заявки. Рассмотрение заявки занимает от недели до официальных 90 дней. Если же за 90 дней ничего не пришло, то на 91 день вам необходимо позвонить по номеру 157 и спросить у них, что с результатами вашей заявки. Если же там оператор вам ничего дельного не ответит, то, к сожалению, вам придется ехать в ГЕЧ. Если на сайте будет требование документов, то езжайте в ГЕЧ и выясняйте, что именно. Так как если на сайте не написано, какие конкретно документы они хотят донести, то по номеру 157 вам на этот вопрос тоже не ответят. Сейчас часто вызывают подписать финансовое обязательство хранить деньги в Турецком банке и не работать на территории Турции. Удаленка вообще не в счет. Также могут уточнять документы на лечение. И вот когда, наконец, вы получили свою карточку ВНЖ, необходимо прописаться по адресу, на который у вас ВНЖ. Если вы живете в квартире, то посмотрите подробную инструкцию вот в этом видео. И имейте в виду, получение карточки ВНЖ это не прописка. Подписать договор аренды квартиру у нотариуса это тоже не прописка. Бывают редкие исключения, что в некоторых городах при выдаче ВНЖ ГЕЧ автоматом делает прописку. Но это вот очень редкие исключения. Без прописки же в Турции вы не сможете не продлить ВНЖ, не получить банковскую карту, не устроить ребенка в школу и так далее. Еще куча не. Если вы проживаете в больнице, то берете с собой копию ВНЖ плюс оригинал, копия заграничного паспорта плюс оригинал, письмо из больницы, подписанное вашим лечащим врачом и главным врачом, со всеми печатями о том, что вы проходите лечение, с указанием диагноза, срока, лечением местонахождения, лечения. Можно копию этого документа. Выписку с краткой историей болезни. Можно также копию предоставить. И письмо из больницы, подтверждающее, что вы проживаете прямо в стационаре. Можно также копию. Ну вот и все. Теперь у вас ВНЖ в кармане. Прописка есть? Наслаждайтесь спокойным лечением в Турции. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные видео. Нажимайте колокольчики, ставьте лайки. Обратную связь с нами можно держать в комментариях или через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией и суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Вам не сложно, а нам очень приятно. С вопросами по поводу аренды обращайтесь на наш сайт, указанный под видео. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok